Приветствую вас, Светлана, давайте разберем ваш вопрос. Вы спрашиваете, почему мой родной брат и мой муж постоянно встают на защиту своей жизни в крови-залобке, а не меня и моих детей? Видимо, они не видят ценности в вас, они либо не видят ценности, либо они в принципе такие люди, которые считают, что свою жену и своих детей не надо. Но я не понимаю, почему ваших детей, если думаешь, что это не только ваши дети, это и его дети. Почему женщины, наши роды, меня, мое сестру, моя мать всегда обвиняют брат и муж, потому что вы их благородите. То есть эти люди сначала вас обесценили, какими-то словами, действиями, поступками, поведением вас обесценили. А потом они вас обвиняют в том, что они же сделали. Момент в том, что это созависимые отношения. Это созависимые отношения, деструктивные. Почему нас никогда не хотят защитить и беречь от негатива? Светлана, а почему вы считаете, что только кто-то должен защищать вас и уберегать от котелов? А прежде чем человек это сделает, нужно показать, как это делать. То есть, знаете, если человек просто возьмет и начнет вас защищать, он может вас защищать и от того, что не нужно. Поэтому это, как мне кажется, папка о двух концах. И вначале человеку надо показать, как вас защищать, от чего вас защищать, от чего не надо вас защищать. Потому что понятия негатива у всех людей разные и у кого-то. Одни представления о негативе у кого-то другие. И, может быть, вот ваши брота эти там... Муж, они вообще не считают, что то, что вы называете негативом, да, это негатив. Вот они считают по-другому. Поэтому нужно людям показаться. Это первое. А для этого желательно, чтобы вы сами умели себя за себя защищать. Для этого желательно, чтобы вы сами показали людям, как вас нужно защищать, как вам относиться. Вот. А у меня такое ощущение, что вы чувствуете несправедливость по отношению к вам. Но ждете, что другой, кто-то другой, извне, эта несправедливость будет корректироваться. Но он, конечно, может это делать, безусловно. Он может скорректироваться. Можем скорректироваться, да. В чем, пожалуй, особенность. То есть, либо-либо. Это всегда зависимость. Поэтому, если вам зависимой быть не хочется, то нужно, в какой-то степени, брать ответственность за свою защиту на себя. И то самое касается ваших детей. Вот вы говорите, но я не хочу, чтобы дети, мои дети сами себя защищали. Почему? Почему? Почему вы не делаете себя и своих детей изначально нуждающимися в защите? И здесь, мне кажется, разница, когда у вас такая вот, почему меня никто не защищает из чувства несправедливости. А здесь, позиция, связанная с некой такой жизненной стратегией и философией. И вот здесь такая жизненная стратегия и философия приводит к тому, что вы оказываетесь, как бы, хуже, раз вы пытались за эту защиту. У вас повышенное, ну, количество уязвимостей. Вот, а откуда это уязвимостей? Что это за уязвимостей? Почему вы не можете сами с ними справиться? Это большой вопрос. Мне кажется, что вы абсолютно правы в том, что неприемлемо, что вас не защищают. Абсолютно правы в том, что неприемлемо отсутствие защиты со стороны близких людей по отношению к вам и вашим детям. Но нужно научить людей, как вас защищать. Это первое. Нужно демонстрировать вот свою ценность, чтобы вас, чтобы вас хотел защищать, чего вы не делаете. Вероятно. И, брать и на себя, в том числе, часть ответственности по собственной этой защите, чтобы не зависеть от окружающих людей. Вот это не означает, что вас никто не должен защищать, вы должны тебя защищать только сами. Это означает, что вы, что у вас всегда есть план Б, и что вы не думаете о себе или о других, хуже, когда вас не защищают. Потому что защищать или не защищать, это все-таки выбор другого человека. Он может быть сделан как в одну сторону, так и в другую. Это тоже нужно учитывать. Соответственно, поработать с наценкой, личными границами, ответственностью личной, страхами, обидами можно со специалистом. Выбирайте, начинайте консультироваться, и все у вас будет хорошо. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.